Мы продолжаем с помощью Всевышнего переводы комментарии книги Несри Гавриэль. Мы дошли до 4 главы 2 тома Законов Ёмтова. Я уже говорил, что здесь в основном больше занимается он не аспектом работы в Ёмтова, а аспектом положительной части митсвы и уважением к Ёмтову. Значит, вот глава занимается запретом ходить слишком долго перед Ёмтовом в далекое место, которое почти сегодня не относится. Это закон обсуждается по отношению к Ёмтову, но здесь он обсуждается по отношению к Ёмтову. Мы сейчас увидим, что это практически никогда сегодня не относится, потому что сегодня заранее люди по телефону сообщают, если они куда-то идут. Значит, в принципе, когда-то запретили мудрецы Талмуда идти больше чем 3 парсы, это примерно 12 километров. Вот, но тогда это занимало пройти примерно 4 часа, да, каждую парсы, это было 72 минуты ходьбы примерно. Вот, чтобы прийти куда-то, куда он будет потом, да, где он будет потом оставаться на ночлег на Ёмтову. Почему? Потому что они боялись, да, не думайте, что это был забред, потому что нельзя в пятницу делать какие-то работы, или что это как бы тирка в пятницу. Нет, дело было не в этом. Когда они это запрещали в Эр-Шаббат, здесь оно присутствует о Рев-Юмтов, но это тоже основано на том, что это про Эр-Шаббат. Так вот, причина была только в том, что вдруг в том месте, куда он придет, они не готовы к его приходу и не успеют к нему приготовиться и дать ему достаточно еды, все, что ему нужно. Или если он сам, тем более, там останавливается где-то в отеле, то может там не быть того, что ему понадобится. Вот, поэтому понятно уже, что сегодня, раз можно сообщить, да, заранее, сегодня можно позвонить по телефону утром, сказать, как вам приезжаю, то этот закон весь не относится. И, ну, и тогда уже в наше время в любом случае люди готовят обычно достаточно для Йомтова, никто не делает бицинцум, что ровно две халы там на каждую трапезу, ровно немножечко еды. Но у всех обычно есть достаточно, что если будет гость, они смогут как-то его прокормить. Поэтому никто это не соблюдает. Я бы сказал, что причины, почему это не соблюдает, потому что сегодня все знают заранее, кто к ним приходит, они звонят и сообщают. Еще есть мягкость, что если он уже находится в месте, где и без того нету достаточно еды, или он не может приготовиться нормально к Йомтову, тогда ему можно идти даже больше, чем 3 парсы, потому что и без того, где он находится, лучше не будет. И можно идти только туда, где будет, во всяком случае, теплая пища в Йомтову. И если, говорит, он находится в месте, где он не может приготовиться к Йомтову, лучше пойти очень далеко, но, во всяком случае, оказаться в месте, где будет все нормально, да, все готово к Йомтову. И ради митцвы тоже можно идти больше 3 парс перед Йомтовым. Вот. И в наше время, он говорит, что можно быть более мягким, что на машине можно, на самом деле, до полудня спокойно ехать, куда нужно. А некоторые, говорит, строги, что не ехать больше 3 парс, то есть считают, что не ехать больше, чем, вернее, время, которое занимает в России 3 парсы, то есть около 4 часов, как мы сказали. И каждый человек обязан принять в расчет, что вдруг что-то случится по пути. Вот, видите, очень интересная вещь. Это, на самом деле, обсуждают разные раввины. Я, например, в книге Йошев Огел такое видел. Вот эта книга, я лично не очень согласен с некоторыми вещами, которые он там пишет, но в первую очередь, да, эта книга вообще написана для человека, который вдруг застрял где-то или в шаббат, и как ему поступить теперь. И вообще эта книга рекламировалась как как бы чуть ли не энциклопедия на эту тему, да, вот такой молодой человек с чемоданом и в вермолке, стоит, уже скоро будет суббота, и он, так сказать, в полном расстройстве, не знает, что делать, но, так сказать, с помощью этой книги он будет знать точно, как поступить. Вот, и хотя его псаки, как я сказал, мне не очень, так сказать, кажется, не на все, в самом случае, я могу с ним согласиться или не удать, но первое его обсуждение, что само по себе интересно, и кажется действительно интересным вопросом, а именно, почему Хаза нигде не упоминает вообще такую идею, чтобы не ехать близко к субботе, ну, естественно, здесь близко к Йомтову, а не только упоминает то, что мы сейчас перевели, из-за того, что вдруг то место, куда он приедет, вдруг в этом месте не будет еды. Это, казалось бы, самая маленькая из всех проблем, которая может возникнуть. То, что приедет место, где не будет достаточно для него еды, окей, они как-то поделятся, потом, в крайнем случае, он не сломает Йомтов, значит, будет, в любом случае, так, что ему придется спастись Йомтов, это еще не хиво в Йомтов, и не хиво в Шаббат. А почему они беспокоятся о том, чтобы не ехать близко к субботе, например, не сделал некую гизеру, чтобы не ехать близко к субботе, что вдруг застянешь по пути, по какой-то причине сломается колесо у телеги, сегодня это идея трафика, да, когда застревают в пробке какой-то, да, будет, или тоже может сломаться машина. Почему такой гизеры нет у Хаза? Казалось бы, это гораздо более логичная гизера. Очень странно, что Хаза беспокоились о том, что нам кажется маловероятным, что они беспокоились заранее, что вдруг человек приедет в место, где нет еды, но разрешили при определенных обстоятельствах, если предупредил, что приезжает, еще при каких-то обстоятельствах, но не побеспокоились о том, что застрянут по пути. Сегодня самая частая ситуация, действительно, когда люди застревают по пути, и вроде мы не находимся на никакой гизеры, которую сделали бы мудрецы Талмуда. Сегодня, кстати, современные раввины пытаются сделать подобие гизеры, не то, что у них есть сегодня силы делать гизеры, но есть в группах Харидима, особенно в хасидских группах, что фактически там может быть слова Рэби законом, и там может постановить Рэби, что так-то и так-то мы теперь поступаем, и все. В том числе, после того, как однажды лейк-лодовский автобус застрял зимой, у нас в Америке есть несколько автобусов, которые еврейские чисто, там даже мехица в некоторых из них есть, и они ездят между еврейскими поселениями. Так вот, между нью-йоркскими еврейскими поселениями, в основном Боро-Парк и Флатбуш, есть специальный автобус, который едет в несколько разных мест, где живут ордоксальные евреи в большом количестве. Есть даже далекие автобусы, которые едут в Канаду, в Торонто, например, а есть автобусы поближе, которые едут в Лейквад, в Манси, в Балтимор, немножко дальше. В всяком случае, ближайшие два – это Лейквад и Манси, два больших поселения, где живут ордоксальные евреи. Лейквад и Шива известная, когда там в основном жили литовские вещи, сейчас там и хасиды живут, имеют свои коллы, свои небольшие синагоги. И, конечно, Манси, где живут все, начиная от модерных ордоксальных евреев и кончая любыми видами Харидима на Турикарта. Там вообще все живут. Так вот, в оба этих городка есть специальные автобусы. И зимой, когда у нас часто плохая видимость, плохая проходимость у машин, начинает снег идти. Кстати, в Америке вообще люди не подготовлены к снегу, в отличие от северных городов России. Там по-другому было невозможно. Люди ехали прямо по снегу и все время все убирали. В Америке фактически это настоящее бедствие, когда падает снег, закрываются школы и ничего не работает. В России просто было невозможно. Тогда нужно было на всю зиму закрыть школы. А здесь, если падает снег, люди к этому не привыкли. И, соответственно, это как национальное бедствие. Так вот, был один случай, когда Лейкадовский автобус, последний, у них там есть расписание, и последний, допустим, выезжает, ну, я не помню, но, допустим, с ревок, да, с достаточным запасом, например, на 2 часа. Что он должен приехать, при помощи 2 часа до начала субботы. Зимой у нас заход солнца в Нью-Йорке в 4.30 дня. Но это не очень рано. Есть места, где, апрадоксально, евреи живут в Европе, где заход, может быть, и в 3, в 3.30, то есть намного раньше. В Нью-Йорке это 4.30, еще резонно. И там вот автобус выезжает, я не помню, во сколько, ну, предположим, в час или там сколько-то, и, допустим, занимает полтора часа доехать, значит, он должен приехать, допустим, в 2.30, а есть еще запас на 2 часа, или там на полтора часа до захода солнца. Так вот, этот автобус последний, по расписанию, он поехал, и вот был один из случаев, когда начался снег, или дождь, или что-то в этом роде, и он уже попал в место, где, так бы, уже назад не вернешься, и туда уже не приедешь, уже давай куда-нибудь доехать. Потому что занимает час-полтора, да, у него заняло больше трех с чем-то часов. В результате, когда он таки доехал, там уже водителя поставили нееврея, или, может, изначально был водитель нееврей, ему удалось как-то добиться этого. В всяком случае, когда он, наконец, привез людей, уже давно суббота началась, по всем мнениям. Вот. Но что они сделали? И они пока садились с раввином, и высадили мужчин всех в ближайшем городе по пути. Есть такой Юнион-Сити, там Клозенбергские хасиды живут. Кажется, там, значит, высадили мужчин. А женщин, они уже довезли детей, да, может, не все женщин, но как бы женщин беременны, в общем, женщин, которым трудно, так сказать, выйти и остаться неизвестно где. Ну, их расселили, в общем-то, евреев, которые оказались в Юнион-Сити. Но остальных уже, кому был хетер, им Равин разрешил знать, что не еврей, довезет до Лейквода. И уже в Лейкводе они сошли, я только не знаю, как они потом соблюдали Тахумин. Был ли какой-то хетер им, что потому что в Лейкводе есть эйров, по каким-то мнениям, тогда ходить по всему городу. Это вопрос, когда Тахумин еще встает. Но, в таком случае, после этого эпизода была Гизейра, чтобы не ездить так поздно больше, и они отменили этот автобус по расписанию зимой, значит, что последний автобус теперь уже уходит раньше, не так поздно. То есть какие-то Гизейры можно найти сегодня в современных Равинах, если можно это назвать Гизейрой, но само по себе интересно, что, в принципе, они вроде никакого сапплета не делали, тем, что они поехали достаточно поздно и с риском застрять по пути. Мы не находим вроде никакой Гизейры Хазари уехать куда-то близко к субботе, кроме вот этой Гизейры, которую мы сейчас читаем, а эту Гизейру легко обойти тем, что, скажем, предупредить, чтобы для нас была пища во втором месте. Но Гизейра, что уезжать близко вдруг застрянешь, такой мы почему-то не находим. Это очень странно. Обычно Хазари именно в таких вещах очень беспокоились и должны были бы сделать какую-то Гизейру. Но мы не находим никакой Гизейры, но, конечно, Хахамый нафберошо и не будет выезжать мудрый человек близко к заходу, даже если 90% шанс, что он приедет вовремя, если 10% шанс, что он застрянет в хайвее, и потом ставят все возможные вопросы, что дальше делать. Если нет опасности для жизни, то он, в принципе, должен бросить машину и, если он вне Тахума, прямо там и ночевать на хайвее, если нет опасности. Обычно есть опасность в таких местах оставаться, но я не уверен, что в Америке, в Нью-Джерси или где-нибудь в таких местах, где не очень далеко находятся города, и люди с ним проезжают, что действительно опасно ему будет спать на земле, допустим, летом, если это не зима, и остаться там ночевать. Потом он может, в конце концов, свою машину отогнать куда-нибудь вбок, и там внутри машины остаться ночевать, это, наверное, безопасно. И вроде мы не находим Гетер никакой другой ломать субботу, если нет опасности для жизни. Поэтому даже если у него в машине, скажем, жена беременна, если нет опасности, или дети не очень маленькие, у которых нет опасности, с голоду не помрут за один день, и потом часто в машине есть какие-то там снаг, как говорят, да, какие-нибудь бублики какие-нибудь, может быть, есть какие-то яблоки, что-то у него в машине обычно есть, выпить водичку обычно есть, у всех в машинах обычно что-то лежит. Поэтому с голоду они не умрут, и даже если придется поститься весь день, тоже это не причина ломать субботу. Поэтому казану, можно в такой ситуации оказаться, хотя с Ушаном, это же ужасная вещь, что всю субботу он будет сидеть внутри машины, и это самое, есть там то, что у него оказались какие-нибудь, кракеры, да, какая-нибудь сдоба, и пить водичку, вот, и, соответственно, не сделать ни три трапезы, ну, может, конечно, много этой сдоба съесть, тогда может быть, как Патта Папе Кислин, который съели Квит Сюда. В общем, трудная ситуация, в которой, конечно, никто не хочет в такую ситуацию попадать. Вот, но, если ему придется ломать субботу из-за опасности для жизни, это тоже малая радость. И потом тоже, ну, допустим, можно из-за опасности для жизни поехать дальше по хайвее, если нет возможности вообще остановиться, есть опасность в этом. Что дальше? Он должен тогда как можно минимизировать, да, ломание субботы, значит, как только он сможет куда-то съехать и оставить машину, даже не выключая мотор, это тоже будет запрещено ему, то он будет так вот потом сидеть. В общем, поэтому, казалось бы, даже если нет специальных гизнеровых хазар, мы сами умные достаточно, чтобы сделать такую гизнеру и не ехать очень близко к заходу солнца. Лично я возвращаюсь со своей работой в пятницу, каждую пятницу, я езжу на работу в Манхэттен, это часть нашего города, Нью-Йорка, но это отдельный остров, и возвращаюсь назад на метро. Так вот, теоретически, всегда есть возможность, что метро застрянет. У меня в моей жизни самые длинные времена, когда метро застревало, было минут на 40 максимум. Я никогда не сидел в метро по 2-3 часа в одном месте, чтобы поезд не двигался. Но вот допустим, что действительно поезд застрял даже на 2 или на 3 часа, тогда теоретически может оказаться, что суббота начнется. Но в моей ситуации, я еду не в Нью-Ниджерси, я не еду в Лейквуд. Я еду только из Манхэттена в Бруклин. Поэтому, с точки зрения Тахуми, можно быть мягким, и считать, что это один Тахум. А с точки зрения того, что я остался внутри поезда, если, допустим, уже суббота началась, и я все еще в поезде, то это тоже, в принципе, не запрещено, по многим мнениям. Я могу доехать, так сказать, до места назначения, не вылезая из поезда. Остается только вопрос, как потом нести свои вещи домой. Это действительно, наверное, будет невозможно. Если когда-нибудь, как раз, в шам застряну, то придется выбросить все, что с собой несешь, или подарить кому-то, или попросить, если не время, найти, которому доверяешь, чтобы он потом вернул. Но, в своем случае, нести эту мукцу, вроде мы не находим никакого оправдания ради того, чтобы сохранить свои деньги. Есть там хеттеры, иногда у хаза нести по 4 амота, если человек с кошельком идет, и никакой нет возможности ни ни еврею дать, ни еще какие-то способы, тогда ему разрешают нести по 4 амота каждый раз. Но вряд ли мы будем на такой хетер полагаться со своими мукцами. Это все-таки не кошелек у меня, обычно в разнообразующем кошельке денег нету, кредитные карточки можно сразу сломать, чтобы их невозможно было использовать. Поэтому, в общем, потеря не такая большая, если придется порвать все документы, потом можно восстановить, это не так дорого стоит, иногда это бесплатно, кредитные карточки у нас в основном бесплатно в Америке. В общем, теоретически, если человек застрянет в метро, то потери будут минимальные, если уничтожить кредитные карточки и даст свой кошелек кому-то, надеясь, что потом вернут, если деньги там небольшие. Ну вот. Если, конечно, в его районе есть тейл, он полагается на ретейл, тогда останется только вопрос мукции, и, может быть, ради этого можно будет разрешить ему нести с метро, особенно если только бы наш маршот, если он приедет, когда еще не по всем мнениям вышли звезды. В общем, это сложные вопросы, которые мы сейчас не будем обсуждать. Но такая ситуация, когда человек застрял в Эре-Шаббат или в Эре-Вьонтов, в метро, она как бы лучше намного, чем ситуация, если он застрял в междугородном поезде или автобусе, потому что там ситуация хуже намного из-за Тахумин. Вот. Тем более застрял в собственной машине, которую он ведет, потому что там он, мамаш, Хилл-Шаббат делает каждое мгновение, когда он ведет машину, если суббота уже началась. Вот. И он пишет, что бывает, люди едут очень быстро, чтобы успеть до начала субботы, да, они знают, что поздно выехали, и поэтому несутся как сумасшедшие. Это, говорит, очень строго запрещено, потому что тем, что он кого-то собьет или себя убьет, Хас-Вишалом, он не сделает больше митсвы, чем то, что он не сломал субботу, да, это еще большая опасность. Тем, что он пытается не сломать субботу, но при этом ставит в опасность свою и чужую жизнь, Хас-Вишалом, это еще больший грех. Поэтому нужно быть очень осторожным, чтобы из-за тирды, да, из-за того, что человек опаздывает, он не гнался быстрее, чем положено по правилам, да, не ехал на красный свет, останавливался у знака стоп, и так далее, и так далее. Все следовал, потому что митсвы, уж марта Мёдлина, в шатэхэм, да, она не менее, а более важна, чем суббота. Добро субботу мы ломаем, чтобы спасти жизнь. И, говорит, если работника наняли, и его работа ездить в деревню, ему разрешили ездить даже больше трех парс. Ну, не знаю точно, о чем здесь речь, но, опять же, на практике, это весь вопрос этих трех парсоот, которые не заездят, он почти никогда не относится в наше время. И говорит, что нет вопроса, что можно ездить далеко в предыдущий день. Это все только в Эре в Йомтов или Эре в Шаббат, да, весь этот закон. Пятая глава. Работа в Эре в Йомтов. Вот это, действительно, мы ходально ходим, что запретили кое-что. В Эре в Шаббат и в Эре в Йомтов делать определенные работы, да, нужно, чтобы к концу дня человек готовился в основном к празднику, а не занимался своими вещами. Итак, пусть, говорит, человек не занимается в Эре в Йомтов, начиная с Минхактана своими делами, да. А Минхактана это два с половиной часа до захода. Но дело в том, что хасиды многие считают два с половиной часа от выхода звезды назад. Вопрос в том, если мы в основном следуем подсчету, как Грай и как Балатания в конце своей жизни решил, он тоже, это одна из вещей, которые он поменял в конце своей жизни. Мы приводили примеры пару роков назад, то, что Балатания передумал насчет Йомтова, насчет, извиняюсь, да, второго дня Йомтова. Он еще одну вещь, он несколько вещей поменял, но вот одна из вещей, которые он поменял в своем мнении, это было Бен Ашмашот, что во время своей юности, когда он писал Шуханар Гарах, он считал Бен Ашмашот как Рабину Тан. А вот во время своей старости он уже считал, как близко к Шите Гра, хотя не совсем как Гра. Я об этом рассказывал в другом месте. Хотя подсчет часов не всегда связан с подсчетом Бен Ашмашот. Но в любом случае, часы он точно в конце жизни считал как Гра. И, соответственно, получается, что мнение Гра и мнение Балатания, что часы считаются от восхода до захода. Поэтому, когда мы берем час с четвертью до захода это будет плага Минха, а 2,5 часа до захода это будет Минхактана. По мнению Жиробена Тама, будет подсчет часов от выхода звезды назад. И тогда будет 2,5 часа до выхода звезды. Это примерно получается меньше 2 часов до захода Солнца. Может, полтора часа до захода Солнца примерно. Ну, летом это больше. В общем, это немного. Поэтому легче эту заповедь соблюдать по Рабину Таму, конечно. не работать только в последний час полтора до захода Солнца. Ну, может, больше немножко, чем полтора часа летом, меньше зимой. В всяком случае, это гораздо проще, чем не работать 2,5 часа, да еще и с маниот, то летом это получается 3 часа или больше до захода Солнца. Это довольно большой срок летом. Человек иногда уже все готово к субботе, он хочет своими вещами заниматься. Ну, вот, во всяком случае, закон, что перед заходом Солнца 2,5 часа, да, во время, когда наступает мир Коктана, уже нельзя делать работы. И, видимо, для тех, кто всегда считает часы как гра и болотание, он не может, наверное, быть мягким, как Рабину Таму в этом, если он ни в чем не следует подсчету Рабину Таму, все остальные часы всегда считают как гра. А если человек делает работу, говорится, он не увидит Симон Браха, у него не будет благословения от этой работы. И Балнефеш, говорится, пусть будет строго даже с Минхик Долы, но это уж совсем строго, то есть полчаса после захода, после полудня, да, уже полчаса после полудня пусть не делает работу. Вот, но это строго очень. Теперь, можно делать все, что можно холомоить, конечно, дворовед, если он потеряет большую сумму денег, если сейчас не делает. И также, если он в праве митцвы, и также, если это для Йомтова, то тоже можно. И даже ради денег, да, даже если он делает для Йомтова, для кого-то, например. По этой причине, кстати, многие магазины открыты в пятницу гораздо позже, чем Минхоктана. Если все магазины будут закрываться у Минхоктана, что будут делать семьи, у которых не успели купить, или человек забыл, или что-то ему понадобилось, поэтому Баруха Шем всегда есть какие-то магазины еврейские, которые открыты почти до захода солнца. Я видел одного продавца, который прямо в Штраймале уже продает в пятницу, и оттуда прямо идет синагога уже на Минху Марев. То есть он уже готов к субботе, он, так сказать, последний там покрывает, последний, может, пару часов, и он закрывает магазин прямо перед субботой, может, минут 15-20 до субботы. То есть, бывает, человеку срочно понадобилось, он проверил, вдруг, хоп, нет вина и виноградного сока, начинал делать кидуш. Конечно, можно у соседей занять, можно бегать в магазин и быстренько купить в ближайшей лавке. В общем, по рука Шем у нас есть магазин, который открытый, и им есть на что положиться продуктовым магазинам быть открытыми до последнего момента, так сказать. Тем более, что купля-продажа это и без того не такая уж работа. Вот. Но, говорит, пусть он все равно закончит так, чтобы успеть приготовиться к ем-то. Если еще не готов, видимо, да. Теперь работа, которая, незаметно, что делает ради ем-то, но он делает ради ем-то, например, зашить одежду, которая ему нужна в ем-то, ее можно делать бесплатно. То есть, можно сказать, за деньги не стоит делать работу, которая незаметно, что он делает ради ем-то. Еще, говорит, временная работа, как, скажем, пришить пуговицу оторвавшуюся или написать письмо другу, это можно даже за деньги и можно весь день. Но, говорит, Сойфер пусть не пишет, например, Сэфер Тору, Да, или что-то, что он там пишет, мизузы, то есть мы не говорим, что это как бы ради митсвы, да, если он за деньги сделает книги, это не разрешается. Только если сейчас нужна мизуза, да, он хочет написать быстренько мизузу до субботы, потому что ему сегодня она нужна, потому что нет мизузы в доме. Или нужна сапфертора, да, сам Йомтова, он дописывает уже, последние буквы остались, тогда можно. Или, говорит, если ему деньги нужны для самого Йомтова, да, если мамыш, он успеет что-то написать и продать, и получить деньги, да, и купить старки Йомтов, тогда тоже можно. Но это маловероятно, что столько он успеет сделать за эти пару часов. И можно также, говорит, записывать слова Торы, которые он там учит, да, если он занимается Торой, скажем, час до захода солнца, то он может записать какие-то вещи, которые ему нужны. Это все понятно, это не хуже, чем холомоид, многие холомоиды это разрешают. Вот, это не важно, он использует ли машинку или пишет рукой. Вот, кстати, писать на компьютере и не распечатывать, это может быть даже мягче, чем все предыдущее. Даже холомоид есть место быть более мягким в отношении писания на компьютере, знаете, хотя это работа мамаш с точки зрения тирхи, да, что человек, который работает к программисту, например, он целый день этим и занимается, да, это деньги ему платят, да, что он сидит на компьютере и пишет программу, например. Но, тем не менее, так как млаха из Торы в субботу, может быть, здесь не происходит, в самом включении компьютера в данном случае это не проблема, потому что слишком быстро, чтобы запретить холомоиды или близко к Субботе или близко к Йомтову, да. В самом включении компьютера это, может быть, млаха из Торы в субботу было бы, но зато это не проблема, это по другой причине, потому что здесь такая мелочка, включить включатель, холомоиды и веры в Йомтову, это не проблема. А вот потом, когда уже пишешь, когда все включено, и ты только пишешь файл, то не исключено, что в этом нет никакого запрета истории вообще в субботу. Это может быть только запрет равинов. То есть даже если в субботу человек делал такую млаху, что он бы печатал что-то на экране, он бы, наверное, ломал только запрет равинов. И если это правда, это на самом случае диспут, то тогда получается, что в холомоид это мягче, потому что в холомоид, и тем более в эрф-шаббат, который мягче, чем в холомоид, последние два часа перед субботой, например, два с половиной часа, это законы эти, они комбинация двух вещей, что считается млаха и что считается тирха. В холомоид обычно запрещена тирха большая, и одновременно с этим должна быть обычно млаха и стора. Если что-то это не млаха и стора, то обычно в холомоид такие вещи мягче. Хотя в холомоид нет общих принципов, есть много исключений. Но, по крайней мере, можно сказать, что есть некоторая мягкость в писании именно на компьютере, что предпочтительно писать что-то на компьютере или электронной почтой, чем писать письмо и посылать его обычным образом в холомоид. Потому что можно сказать, что печатание на компьютере, не распечатывая, это будет только работа драбанан в субботу, а раз так, то холомоид, возможно, что, хотя эта тирха большая, и человек может так целый день писать программы, но может быть какая-то мягкость есть. Я не пропагандирую, что программист работал целый день, холомоид. Конечно, ему следует взять это как выходной, если он может, если у него будет финансовые потери большой, если его не выгонят с работы и так далее. Но я просто имею в виду, что это как бы больше мягкость, если нужно что-то исправить. А тем более, я говорю в Шабаш, что еще мягче. Поэтому, если, например, человек работает программистом, он приехал с работы и потом вспомнил, что что-то нужно исправить там на работе, и он подсоединяется из дома на компьютере, например, и чего-то там доисправлял в последние два часа перед заходом, то это, видимо, не такая же большая проблема. Кстати, распечатывание тоже мне не так пошут, что есть какая-то проблема в холомоиде что-то распечатать. Это уже, опять же, по причине, что сама работа, она история, может быть, распечатывание, да, хотя это может быть грамма, но все равно, видимо, эта история запрещена в субботу было бы. Но в холомоиде, опять же, здесь, наоборот, нету тирхи, когда уже файл готов, а теперь только нажать Ctrl-P и Enter, да, это слишком простая вещь, чтобы сказать, что в холомоиде это запрещено. Хотя само печатание, оно профессиональное, и, ну, это уман, и так далее, но так как это такая простая вещь, то, может быть, это тоже разрешено, не исключено, как включение света и другие вещи. Очень трудно сказать наше всех этих вещей, это, компьютеров, конечно, не было в старые времена, поэтому это все догадки, но какая-то мягкость, по крайней мере, существует, возможно. Конечно, если у человека нету выбора, ему придется все равно что-то писать, то, на мой взгляд, лучше написать это на компьютере и потом распечатать, чем писать рукой, тогда каждая, да, с одной стороны, тирка большая, это, в основном, это работа, потому что каждую букву, которую пишешь, это делаешь работу. Малаха, мамош, поэтому лучше было бы, наверное, напечатать на компьютере и распечатать, на мой взгляд. Не все с этим согласятся, но, на мой взгляд, это так. Вот, в холомоид. А тем более в эрешаба. Но все равно нельзя злоупотреблять всеми этими вещами, в эрешаба, так, что иначе не успеешь приготовиться к субботе вообще, если будешь до последнего момента что-то там печатать. Вот, и пишет он, что можно постирать в стиральной машине, даже если ему не требуется это в емках, так как это, опять же, простая вещь, включить кнопку, то можно постираться что-то, что сам емтовому не нужно. А уж тем более, если это ему понадобится холомоид. Ну, пишет в пометке, что как не рад, так ему кажется, потому что, опять же, стиральных машин ставим, наверное, не было, но причина, почему запрещено было бы стирать перед емтом то, что на самом емтовом не нужно, это потому что это тирка. А сегодня стиральная машина это не тирка. И говорит, купля-продажу, можно ее разрешить целый день, но следует закрыть хотя бы магазины час до емтового. Я уже говорил, что есть магазины, которые открыты до самого последнего момента, потому что последние 15 минут, когда уже звучат, да, 18 минут до дохода, обычно начинают звучать сигналы у нас, что пора зажигать свечки, тогда закрывают последние магазины. А шестая глава – покупка для емтова и разных вещей, то, что требуется. Мисла пораньше, значит, утром перед емтовом уже начать все покупки делать в предыдущий день. И желательно даже говорить или хотя бы думать, я делаю это ради емтова, лихвод емтов, да, как они, лихвод шаббат, многие когда покупают, в пятницу или в четверг делают покупки, они говорят лихвод шаббат, так вот здесь также лихвод емтов. Или от хима, пусть они все купят сразу после молитвы, а шахарит, потому что до молитвы не следует ничем заниматься, кроме молитвы, да, многое, некоторые разрешают делать покупки для субботы емтова, даже до утренней молитвы, если потом тяжелее будет купить, да, уже не будет таких хороших вещей, расхватает, или там, большие очереди потом. В общем, можно разрешить даже до молитвы делать митцву такую, да, ради митцвы. Ну, это, конечно, при условии, что он вовремя помолится, что из-за этого он не пропустит время шма и время молитвы. Ну, он вообще, говорит, что шма до этого прочесть, да, чтобы не заниматься покупками, пока не прочитает шма. И, говорит, не желает нас тричься тоже рано утром до молитвы, кроме как потом вообще, если будет невозможно. И хотя человек приготовил уже для емтава все, митцва перед емтавом еще раз что-то приготовить, кажется, так он хочет сказать. Что все время иметь в виду, что-то сделать специальное для емтава, даже в конце уже перед емтавом. И нехорошо, говорит, ждать вечера, что желательно все покупить заранее, да, даже если цены очень падают перед емтавом. Бывают магазины или там разные лавки, разные пекарни, где так как у них портятся продукты после емтава, да, два дня или три дня они будут закрыты, так они перед самым емтавом продают очень дешево. Ведь это нехорошо дожидаться, пока они начнут дешево продавать. Это не уважение к емтаву. Не знаю, это не запрещено, конечно, никакой проблемы с этим нет. У нас есть, между прочим, опять же, в Буропарке, что приносят еду бесплатно вообще. Перед самой уже субботой появляется, например, куча хал, которые они не смогли продать, потому что уже после субботы они это не продадут. Тем более перед емтавом, да, у них все равно выбрасывать. Они распространяют по синагогам, там еще куда-то, чтобы люди, кто хочет, брали. Вот. Я видел, что даже люди не бедные берут, потому что они считают, видимо, что это хевкер-мама, что это не для бедных давка дается, просто им все равно выбрасывать. Я в этом не уверен, кстати, какая ковона у владельцев пекарни, да, что они хотят ли раздать бедным или просто хотят лишь бы не выбрасывать. И говорит, пусть человек немного занимается меньше обычного веревьемтов, чтобы приготовиться к емтаву. То есть даже занятия торой немножко отодвигаются, чтобы быть более готовым к емтаву. Вот. А другие говорят, что перед емтавом не стоит уменьшать занятия. Говорят они, что только перед субботой уменьшают занятия торой для того, чтобы приготовиться в субботе. Я не знаю, почему. Может быть, потому что в емтаву можно готовить, поэтому если не приготовить до емтава, приготовишь в емтаву. Да, основные приготовления перед субботой, это потому что потому что в субботу ты ничего не сделаешь горячего себе, поэтому если не сделать до субботы, будучи есть холодная. Поэтому не устраивает, во всяком случае, ешив в ревьем, в шаббат, обычно сессии ешивы прекращаются. Утром обычно у них есть какая-то сессия, но потом уже нету большую часть дня. И дети, во всяком случае, должны заниматься тоже. Детям нужно, чтобы их продолжали учить. Ешивы работают нормально в пятницу. Но все равно, сколько нормально. Я не видел в Нью-Йорке, чтобы ешивы больше, чем до часу или до двух работали даже для маленьких детей в пятницу. И пусть каждый человек приготовит сам что-то к емтаву, так же, как в субботе есть миться самому, хоть что-то сделать. Даже человек, у которого все делает его жена или у него есть прислуга. Пусть хоть что-то сделает, как токен, как он показывает этим, что он уважается субботу или емтаву, что не считает это зазорным или ниже своего достоинства приготовиться. И пусть человек не экономит на том, что понадобится для емтава, что все, что он потратит, ему Всевышний возместит, так сказать. А если, наоборот, он сэкономит, он все равно ничего не сэкономит, потому что Всевышний ему просто меньше даст. Как говорят, blank check, да? Что есть как бы, ну, это сравнивает один-радин, такое сравнение, что есть два чека тебе дается в Рошешану. Один, в котором написана определенная сумма, это столько, сколько ты сможешь потратить в течение года, твоя зарплата фиксированная. Второе, это blank, да, пустой человек, который сколько потратишь, столько тебе напишут. Это все, что ты тратишь на емтаву, на субботу, на уважение к митцам Всевышнего. Хотя я могу заметить от себя, что, конечно, интерпретация этой гемора есть разная. Это гемора из бейцы, да, что все решается с Рошешану до Рошешану, сколько человек заработает, кроме того, что он потратит там на субботу, на обучение детей Тори и так далее. Это на самом деле, это разная интерпретация, что имеют в виду гемора. И если бы действительно принимать это буквально, то тогда непонятно, зачем вообще стараться работать по 8 часов в день, да, и ходить, так сказать, на серьезные, ну, постоянные работы, да, почему не покупать лотерейный билет, на самом деле. Абдесли так и предлагает. Он берет эту гемору буквально. И действительно, казалось бы, следствие буквального понимания этой геморы в том, что можно, на самом деле, хештадлут минимизировать до такой степени, что человек просто пойдет и купит лотерейный билет. Может быть, он не скажет, что имеется в виду только человек на очень высоком уровне, который действительно во всем полагается на Всевышний, не только в этом. Да, и что он не боится испытания, если будет очень мало денег, то он не скажет, что это потому, что я не работал, а он скажет, что это Всевышний просто мне мало записал в прошлом году. Я не знаю, но, во всяком случае, мы видим, что сами Танайи, которые уж наверняка были выше нашего, да, уж кто был больше, чем Танайи, но они все работали и тяжело работали за свой хлеб. И так же решоним делали. У них тогда не было колл-системы, как сегодня, да. Рамбов, наоборот, считал это хиллашем, когда человек занимается торой и берет за это деньги. Вот. Мы уже рассказывали про это, что это Рамбов, который Шуханарх, между прочим, приводит, но он также приводит тех, кто спорит. Но говорит, что идеальный вариант человеку работать и так же учиться, да, но быть, во всяком случае, приносящим пользу обществу, израбатывающим на жизнь, но не гонящимся за деньгами и не работающимся слишком много, чтобы только разбогатеть, да. Хотя, кстати, богатство в Тури нигде не считается зазорным. В отличие от христианства, да, в иудаизме богатых людей всегда уважали, и у них есть возможность много хорошего делать, и от них не требовалось отдавать все свои деньги, как Иисус требовал своих учеников. В общем, как бы там ни было, сегодняшняя как бы ситуация, когда столько людей сидят в колу и считают это идеальным стилем жизни, это совершенно не очевидно, что это так, я уже говорил об этом не раз. Хотя и у них есть на что положиться, без сомнения, какие-то источники, но я имею в виду, что это не муском, не то, что все всегда считали, что это идеальный вариант. Если было бы так, то кто бы больше, чем Раш или Рашбан, сидели бы в колу или целый день, да, но все эти люди имели какие-то средства дохода, средства пропитания, и также все Амараимы, Танаимы, и в древние времена тоже, во время Танаха, да, мы не находим никого, кто, так сказать, просто сидел и занимался Торой, нигде, ни в каком источнике древнем. Кроме Равшима Бараяхая, которому пришлось убегать от царя, от римского императора, да, который в пещере жил. И ему было чудо, произошло, да, он там ел и пил то, что нашел прямо там и занимался Торой в течение 12 лет, потом еще одного года. Кроме этой ситуации, даже он это только из Агизеры сделал, мы не находим, чтобы люди просто сидели, изучали Тору и не работали вообще. Просто идеальный вариант по Торе, видимо, что человек работает минимально. В самом случае, по мнению многих из Хазан, такая идея, что работает минимально, не пытается разбогатеть, а пытается в основном заниматься Торой. Да, если ему приходится есть только хлеб и пить только воду, но содержать им и он без сомнения обязан. Это как и в Китубе написано. Дальше, значит, он пишет, что если у человека недостаточно есть, то пусть купит мясо и вино. Если и на это недостаточно, тогда вино более важно, чем мясо. В смысле, что без мяса можно обойтись в Йомту. Хотя из Митвы есть в Йомту мясо даже больше, чем в субботу, но можно обойтись без этого. А без вина невозможно сделать кидуши гавдалу, поэтому это как бы минимум, нужно иметь 2-3 стакана вина. Ну, на самом деле, на 2-3 в Йомту значит больше. Там Шуханарх обсуждает, как сделать, если меньше, как разбавлять его с водой, еще разные случаи, когда делать кидуш не на вино, а на хлеб. Но в таком случае, если, так сказать, как минимум, но и в идеальном случае хотелось бы получать на 2-3 в Йомту в стаканах 5 вина, на 2 кидуша вечером и утром оба дня и гавдалу 5 стаканов вина или виноградного сока. И говорит, можно изучать, можно, вернее, занимать деньги с даже раввинским запрещенным процентом. Ревит-де-Раббанан. Не все с этим согласны, но есть такое мнение, действительно, что когда занимать деньги, у еврея, если он не хочет дать без процента, то можно взять, даже если это запрещено раввинами только. То есть, такой процент, который запрещен раввинами, не ревит-кцутца, когда он открыто ему обещает заплатить больше, а один из видов ревит, которые запрещены только раввинами. И в такой стакан может занять деньги, чтобы купить то, что ему нужно для елтого минимально. А некоторые строги и запрещают. Только у нееврея разрешают занимать с процентом, да, под процент. То есть, мы не боимся, что потом не выплатит или что будут проблемы. Да, Всевышний выплатит. То есть, если нет вообще денег и нужно для елтого купить еду, то можно занять у нееврея под процент. Сегодня это значит взять с кредитной карточки, да, эти деньги. Или из банка там в overdraft, как говорится, checking plus, да, то, что дает банк возможность занимать с негативным балансом, да, отрицательным балансом. В общем, это все разрешено и пусть человек не боится, что Всевышний его не бросит, да, и даст ему вернуться назад деньги эти. И говорит, про емтов тоже сказано, тоже сказано про субботу, что лучше есть простую самую пищу, как будний день, только лишь не брать деньги у других. То есть, брать седаку это очень зазорная вещь и только берется, когда нет другого выхода. Поэтому, если человек может есть субботу, как будний день, на это у него деньги есть, то не стоит брать седаку, чтобы купить хорошую пищу в емтов. А некоторые говорят, что в емтов мы так не говорим, что только в субботу так сказано, но в емтов человек должен покушать хорошо, поэтому хоть берет седаку, если нет денег. Габай и седака должны побеспокоиться, чтобы всем бедным дать достаточно, сколько им положено. Вы знаете, что есть много организаций, которые распределяют пищу перед субботой, но перед емом и топием их еще больше, то есть, особые компании, так сказать, организации, все, которые помогают бедным, у них эти компании вот именно падают на емтов. Вы знаете, они начинают, так сказать, очень серьезно всем доставать электронной почтой, обычной почтой, чтобы люди давали на емтов, потому что на емтов траты большие у людей, особенно на песах, ну и также на большие праздники, расшаримки пустыкот, и в общем пытаются набрать побольше денег, чтобы пораздать бедным. Это наша обязанность, чтобы наши общины, у каждого в своей общине в основном обязанность, также бедные земли Израиля имеют определенные определенные предпочтения по сравнению с другими бедными далеких стран. Нужно, значит, пытаться помочь им всем, насколько возможно. Во всяком случае, говорит, они должны иметь на две трапезы. В емтове едят только две трапезы, по большинству мнений. Обам считает, что в емтове есть три трапезы, но у нас так не принято. Некоторые в последний день Песоха едят три трапезы по брау или по бау-шам-тобу, но в остальные емтовы обычно едят только две трапезы. И, говорит, следует бедным послать все, что им требуется для емтова, и надо это сделать скромно, чтобы не обидеть их, этих бедных. Кстати, между прочим, в субботу, если бы у человека не было денег, то лучше ему съесть только две трапезы в субботу, чем просить цедаку. Но если он уже все равно берет цедаку, с него вообще нет денег на еду, тогда, когда уже дают ему цедаку, то ему дают обычно так, что ему хватило. И идеальный вариант и бьем его в субботу давать раз. Все равно человек уже берет цедаку, так дать ему достаточно. Кстати, в Песах есть особый закон, что у каждого должно быть четыре стакана вина, и там как бы не обойдешься без того, чтобы дать каждому мацу и вино. Из-за этого он не может сделать нормальный сэгер. Просто вопрос, опять же, состоит в том, на каком уровне мы обязаны их здесь содержать. Вообще-то, он будет говорить, что в идеальном варианте мы даем бедным столько, сколько они привыкли. Но это все в идеальном варианте. Понятно, что когда у нас самих деньги, так сказать, бедцинцумы сейчас, много есть бедных евреев, то невозможно их содержать на высоком уровне. Поэтому мне кажется, что чем покупать самую дорогую мацу или там самую мигудр, дорогое вино, пусть пьют виноградный сок. По большинству мнения можно быть елц и виноградным соком четыре стакана, тем более обычные кедуши. И пусть покупают мацу наиболее дешевый, которая достаточно кошерная. Есть достаточно кошерная маца, которая, в общем, грязная проблем с хорошими хошгахами, ручная, которая может стоить, например, в Америке 12 долларов фунт. Часто они оценивают для бедных, что им нужно по 19-20 долларов фунт. Почему? Если я сам покупаю мацу по 12, почему я должен бедных содержать на 19? Я понимаю, если бедный, например, не ест какой-то тип мацы, что, например, ест только ручную, если человек сам не ест машину мацу, все равно бедному раз у него такие хумры он должен дать ему ручную. Но сказать, что он хочет ручную именно какой-то определенной компании, которую он считает наиболее, так сказать, высокого уровня, то это немножко странно, что мы должны задержать их, что ли, на этом уровне. Только если бы раз были бы деньги, у нас нет так много денег, чтобы все им давать на их уровне. Также он хочет быть махленным, приопитивным на вино, а не виноградный сок. Для нас стоит несколько раз дороже виноградного сока. Вот еще он пишет, что желательно, чтобы людей, которые сидят в тюрьме, выпустили наем... наем... в тюрьме им не будут там организовывать все наилучшим образом во время сейдера, да, если это хасид какой-то, ему нужно мацар ручная и так далее, то все это нужно приготовить им. И обязан человек радовать также там и Дэй Хахамием, и Равинов, и Дайаним, да, в каждой общине, дать им то, что им нужно для Йомтова. И должен человек веселиться сам, он, его жена, его дети. Поэтому маленьким детям покупают какие-то сласти, женщинам покупают одежду, а если нет денег, тогда хотя бы покупают новые ботинки. И если у него есть одежда или ботинки, которые находятся у какого-то мастера, да, и ему нужны они в Йомтов, пусть, говорит, возьмет их до Йомтова, потому что сам Йомтов не следует их забирать у мастера. А когда падает Йомтов на Эр-Шаббат, на пятницу, пусть он заодно, да, приготовится то, что ему понадобится для субботы, уже в четверг, когда он готовится в Йомтов, чтобы приготовиться заранее уже к субботе тоже. Позже он будет обсуждать наверняка о Йомтов-Тавшилиной, идея о Йомтов-Тавшилиной, в том числе, что он уже начинает приготавливаться до Йомтова к субботе тоже. И на этом заканчивается наш урок. керево-тавшилиной, на субботе, на субботе, на субботе, на субботе, приготавливаться до субботе, который оказался заинтересован, «Наринка» «Мать», 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 «мать». «Мать».